Итак, народ, всем привет! Всех приветствовать! Это предпраздничное утро. 31 декабря на дворе. Как раз появилась минутка между оливьешками, шампанским, всем остальным мандаринками. Появилась минутка, чтобы разыграть мои призы на канале. Те самые пять призов, которые я, в принципе, обещал разыграть вам на Новый год. Вот. 31 на дворе. С чем я, собственно говоря, вас и поздравляю. За это чуть-чуть кофейка ваше здоровье. Итак, ролик конкурсный. Рыбалка на фидерной обре, фидерная путешествия, час-два, дневная раздача. Пять призов. В принципе, как бы все вы прекрасно знаете, прекрасно понимаете. Немножко начнем с негатива. То есть мы видим, что 62 комментария у нас только. И поэтому абсолютно логика смысла теряется. То есть лайков поставлено 215, а участников всего лишь 62. То есть я старался, 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 чтобы люди немножко интересовались, скажем так. Людей немножко подарить классные нечто-таки людям, чем-то обрадовать. Но, увы, как бы все либо же ленятся, либо же не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Ну, как бы 62 комментарии, 62 участника. То есть из всех, наверное, кто выполнит условия, будет еще меньше. Поэтому, как бы, если так дальше пойдет, то, наверное, с конкурсами на канале я буду завязывать. Потому что нет никакого смысла не заморачиваться. Выискивать либо спонсоров, выискивать что-то в своем арсенале. То, что вам, в принципе, от души подарить могу. А вам похрен дым на вот эту всю тему. Поэтому, я думаю, что, в принципе, больше, наверное, конкурсов при таком раскладе не будет. Ладно, не суть. Давайте разыграем то, что есть. И, соответственно, как бы обещал, значит, подарю 5 призов у нас. Подставка под комель, банан по дудочке, набор матрешек, 3 кормушки Престоновских и кека. И будет 6 приз. Соответственно, среди жителей Беларуси разыграю 5 килограмм прикормки РС. Это будет немножко попозже. Сначала определимся с 5 основными призами. Итак, рандомайзер у меня уже запущен, скажем так. Данные введены. Вот они. То есть, 5 призовых мест. И таким образом будем сейчас мы определять победителя. То есть, каким образом я определил. Сразу маленькая ремарочка. То есть, у меня в условиях указано, что нужно быть подписанным на канал. И, соответственно, нужно быть подписанным на сообщество ВКонтакте. То есть, ситуация усложняется тем, что многие из вас подписываются, скажем так, ну, ник на Ютубе и ник ВКонтакте расходятся. То есть, проверить таким образом, как бы сейчас прямо, ну, прямо как есть, не получится. То есть, что мне придется сделать? Мне придется разыграть сейчас, проверить условия выполнения на канале и, соответственно, ждать от вас, от тех, кто победил, кто выполнил условия, ждать от вас какое-то там сообщение личное, либо же комментарий где-то ВКонтакте. Чтобы я проверил соответствие аккаунта на Ютубе, с аккаунтом на ВКонтакте и, соответственно, выполнением условий ВКонтакте. И если все сходится, все соответствует, то приз вы получаете. Если не соответствует, то, как бы, будем разыгрывать ваш конкретный приз у кого-то другого победителя искать. Это мы сделаем, наверное, числа 10 января, потому что, как бы, 10 дней праздника, тут, мало ли, может, кому-то не до этого, кто-то тут будет отдыхать. Поэтому дадим вам время собраться с мыслями, как бы, и определиться, нужны вам эти призы, либо же не нужны. Поэтому, если что, в принципе, будет такая ситуация, если сложится, что кто-то там, как бы, не найдет свой приз, либо приз не найдет обладателя, то через 10 дней ждется повторный розыгрыш. Ладно, погнали мы определять то, что у нас есть на данный момент, а уже дальше будем по ходу. Мы имеем что? Мы имеем наш розыгрыш, как видим, 7,880 подписчиков, кто-то считает неправильно. Просмотров 3,432, опять-таки, общий мизер. Ну и 62 комментарии, это вообще ни о чем, как я уже сказал выше. То есть, соответственно, на данный момент выборка наша по данному конкурсу составляет 62 участника. Потому что, ну, потому что все остальные, как бы, забили болт на условия и, скажем так, не выполнили. Хотя могли в перспективе вот 215 человек участвовать. Ну, как есть. Ладно, погнали. Так, определяем первого победителя. Опять-таки, я буду сейчас проверять комментарии, буду проверять вот эти все вещи и, соответственно, буду проверять подписку. То есть, если у вас закрыт аккаунт, как я уже говорил, то, ну, надо было бы до этого момента открыть. Потому что, как бы, если я не уверен, что вы подписаны на канал, то, соответственно, как бы, ну, участником в конкурсе вы не являетесь. Итак, понеслась. Выбираем победителя номер 1, которому достанется подставка под коми. Тот самый банан. Генерируем случайное число. Номер 17. Пи точка без рученков. Если я правильно прочитал, если я правильно прочитал, то есть, извините, если иду, ошибся. Давайте проверять. Комментарий. Спасибо за познавательное видео и отдельный лайк за кадры с квадрокоптера. Ну, вам спасибо за просмотр. С кадрами с квадрокоптера стараюсь, буду, как бы, закидываясь почаще, потому что, все-таки, мне самому нравится, как это все выглядит дело с высоты. По комменту. Отлично. Лайк мы поставили. Подписка. Поставлено. Отлично. Пи, может быть, Павел, может быть, Петр. Как бы, не буду вас окрещивать как-то иначе. Поздравляю. Подставка под коми ваша. Теперь от вас жду коммент вконтакте. И, соответственно, будем дальше продолжать там общение, как бы, оговаривать моменты, связанные там с доставкой, либо какими-то другими вещами. Так. Победитель номер 2, которому достанется банан под удочки. То есть, подставка банан. Определяем. Генерируем. 33. 33. Павел Гольман. Павел, поздравляю. Смотрим, выполнены ли вы условия. Комментарий. Спасибо за видео. Очень интересно, познавательно. Сам уже закончил сезон. Жду весны. Ну, весна это дело такое. Как бы, сезон закрывать не стоит. Потому что, в принципе, федеристы сезон не закрывают. Федеристы ставят сезон на паузу. Если вдруг там что-то со льдом случилось. Кладу кофе за ваше здоровье. И продолжаем. Лайк проверяем. Лайк стоит. Подписку проверяем. Подписка стоит. Красавчик. Павел. Банан под удочки ваш. Победитель номер 3. Определяем. Генерируем. Номер 38. Антон Савицкий. Классно, когда рядом с домом есть такие места. Где даже зимой так льет на Фитержаль. С Муронском районе, Молодежинском, таких мест нет. Или я не знаю про них. Кстати, только передо смотреть. И то хорошо. Ну, как сказать рядом с домом. Если вопрос, речь обо мне. То совсем не рядом. Это да и 230 километров. В одну сторону мотнуться. То есть такое тоже себе удовольствие. Но, скажем так, сумасшедшим нет покоя. 200 вверх собаки не крюк. Там очень много разных пословиц на эту тему есть. Поэтому, как бы, катаемся, носимся, ищем интересные места. Ловим рыбку и показываем вам красивые кадры. Так, посмотрим условия. Камин, сори, уже показал. Лайк стоит. Подписка не стоит. Ну, блин, что я могу сказать. Ну, тут уже, видите, значит, где-то косяк в вашей ситуации. Либо вы не подписаны на канал, либо же скрыты ваши подписки. Я не могу их увидеть. Точнее, программа их не может увидеть. Давайте выбирать другого. Ничего не сделаешь. Андрей Жук. Смотрим. Сплотанное решение – это лучшее решение. Она всегда приносит свои плоды. Так, на высоте хорошая рыбалка может. Спасибо. Так, в принципе, в данной ситуации получилось. Смотрим лайк. Лайк стоит. Смотрим подписку. Подписка есть. Андрей, поздравляю. Набор матрешек ваш. Выбираем четвертого победителя. Генерируем случайное число. Номер 22. Вова Дмитаров. Такой мощный ник. Сейчас посмотрим, достанется ли тебе Вова три кормушки от Пресла. Прикольно, конечно, сменили место. Если бы я ловил, то ночью старался на глубине 2,5 метра. Днем на 3,5. А в холодное время он ночью на глубине ловится. Получается. Здесь ситуация в другом немножко. Тут у нас вообще там прикольное место. Там даже где мелко, там 4 метра. А где глубина, скажем так, где большая глубина, то там 10-11. Соответственно, это зимовалка. Плюс у нас осень. И, ну, совсем по-другому себя рыба везет. То есть, где-то вот где 2-3-4 метра он уходит на полив кормиться. Ближе, когда тепло. Ближе к сентябре, октябрь. А когда чем ближе к зиме, чем ближе к холодам, тем он больше скатывается в сторону глубины. И уже вот у нашей рыбалки, грубо говоря, по зимнему сценарию проходили. И, соответственно, он, да, в принципе, никуда не дергался с этого места. Он висел на этой яме. И, ну, просто, в принципе, не смещался даже на более мелкие участки. В данной ситуации рыбалка происходила так. Зато в других локациях, возможно, иначе. Но вот конкретно в этом месте так. Он не покидал эту яму. То есть, он клевал и днем. В принципе, ночью поклевки были тоже. Я думаю, что, в принципе, можно было ловить его там и ночью. Так, давай проверять условия. Лайк есть. Подписка на канал есть. Красавчик, Вова. Три кормушки Престон твои. И номер пять. Генерируем случайное число. Номер четырнадцать. Рыбак. Ну вот, опять-таки, банальный вам пример из того, что, ну, как соотнести YouTube и ВКонтакте. Да, у человека, а не Крыбак, да. И как не проверить, Рыбак он, блин, ВКонтакте или как-то по-другому. Поэтому, как бы, ждем от него какого-то, скажем так, действия, подтверждения, если он, соответственно, выполнил все условия конкурса. Привет, приятно посмотреть. Спасибо большое. Приятно, что смотрите. Буду стараться. Так, проверяем. Лайк. Лайк есть. Проверяем подписку. Дубиска есть. Ну вот и все, как бы, в принципе, пять призов нашли своих обладателей. В данный момент вижу, что люди были внимательны, кроме одного пользователя. И, соответственно, все открыли свои подписки. Все, как бы, лайк, подписка. Все, как положено. Сейчас, ребята, что я прошу от вас. Пять человек, которые вот здесь вы видите. Пи Безрученков, Павел Гольман, Режук, Вова Дмитаров и Рыбак. Жду от вас сообщения где-то ВКонтакте. В личку сообществу, либо в личку мне. И, соответственно, будем уже дальше обсуждать, смотреть, подписались ли вы на мое сообщество ВКонтакте. И, соответственно, выполнили ли все условия до конца. И дальше будем уже обсуждать доставку призов. Так, этот конкурс мы закрываем. Так, сохраняем картиночку, чтобы можно было потом закинуть где-нибудь ВКонтакте, чтобы был слайдик такой. Хотя, может, там видосик, ссылочку бросим. Так, и, наверное, мы сейчас же тут и разыграем приз, касающийся прикормки. Опять таким же макаром мы проверим. Если мы определим победного победителя, и если вы живете в Беларуси, то, соответственно, приз вы получите. Если вы живете где-то в другой стране, будем делать так. Если у вас есть возможность забрать приз из Беларуси, то приз получаете, прикормку. Если же нет, то, опять-таки, 10-го числа мы переразыграем. Опять-таки, будем смотреть, что ответят вот эти 5 человек. Если кто-то из них там не отзовется за это время, соответственно, будем разыгрывать его приз. И, соответственно, разыграем ту прикормку, если возникнет такая необходимость. Так, выбираем победителя. Ой. Что-то у меня какая-то чушь висит непонятная. Это мы удаляем. Это не тот розыгрыш. Так. Тот же самый... Ссылку копируем. Тот же самый розыгрыш. Сейчас мне опять какого-нибудь спама накидает, наверное. Так. Один победитель. Больше комментариев, больше шансов. Стартуем. Ну да. Прошу прощения, господа. Технический глюк возник, скажем так. Эта долбанная реклама всегда выскочила. Блин, деньги просят им премиум доступ. Говнеца им на лопате, а не премиум доступ. Поэтому нечаянно эскейп нажал и закончилась моя запись. Поэтому розыгрыш прикормки. Сейчас я делаю отдельное видео. Сейчас я буду... Ну, как бы смонтирую в программе это все дело в один ролик. Так. Продолжила вот она наша, скажем так, стата по ролику. Один победитель, который получит прикормку. Либо же не получит. То есть в зависимости от выполнения условий. Так. Смотрим. Звук пишется. Так. Выбираем. Случайное число. Номер 42. Игорь Итиен. Сейчас мы смотрим выполнение условий. Так. Ну. Многозначительный комментарий. Но я думаю, что из этих смайликов все понятно. Лайк. Смотрим. Стоит. Подписка. Стоит. Ну. Отлично. То есть с первого старта, с первого раза мы сразу же попали в яблочко. Игорь Итиен. Соответственно, сейчас от себя какие действия? Надо мне получить подтверждение, что ты живешь в Беларуси? Либо имеешь возможность забрать прикормку из Беларуси? Да. Где-то там Гомель, если ты из России. Соответственно, Гомель, Могилево. Где-то там близлежащие города. Как граница. Да. И, соответственно, что ты подписан на мое сообщество ВКонтакте. Жду от тебя сообщения в ВК. Будем дальше проверять условия и дискутировать, продолжать сообщения там. Так. Этот конкурс мы закрываем так же. Скрин я уже делать не буду. В принципе, это так, видите. Все понятно. Я думаю, что ролика достаточно будет. А так. Ну, наверное, и все. Наверное, поздравляю опять-таки еще раз всех вас с новым наступающим 2020 годом. Всем вам счастья. Всем вам здоровья. В наше время здоровье – это самая важная ценность. Это короны долбаные. Всем вам хорошего настроения, позитива. Баблава во все карманы. Хороших рыбалок. От себя пожелаю быстрого схода льда, открытой воды, фидерных движок, крутых рыбалок, крупной рыбы. Всего-всего-всего. То, что можно пожелать рыбакам. Всем НХНЧА. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока. С наступающим.